2015 год стал для Южного Урала по-настоящему спортивным. В области открыли рекордное за последние пять лет количество спорт-объектов. Доступнее становится и массовый спорт. Кроме того, Челябинская область в этом году встретила крупнейшее международное соревнование. Спортивные итоги года подведет Ульяна Любимова. 22 спортивных объекта в 17 городах и районах Челябинской области. Стадионы, тропы здоровья, лыжные трассы. Среди них бассейн Верхнеуральский и лыжно-биатлонный комплекс имени Светланы Ишмуратовой в Златоусте. В декабре завершилось строительство трасс-паха в Пайпу и Скикросу в Солнечной долине. А в Златоусте закончен каток Таганай и футбольное поле центрального стадиона в Челябинске. На эти объекты область получила средства из федерального бюджета 455 миллионов рублей. Февраль. В Миасе на горнолыжном курорте Солнечная долина с уральским размахом прошли международные соревнования Russian Freestyle Games 2015. Участники выявили лучших экстремалов в лыжном фристайле. Март. Под Магнитогорском на заснеженных склонах горнолыжного центра прошли 18-е Сурдлимпийские игры. Приехали участники из 27 государств. Программа Сурдлимпийских игр включала 5 зимних паралимпийских видов спорта. Горные лыжи, сноуборд, керлинг, хоккей с шайбой и лыжные гонки. По итогам соревнований российская сборная на первом месте. У нас 30 медалей. Отрыв от второго места внушительный. Май. Вслед за чемпионатом мира по дзюдо 2014 года в конце этой весны Челябинск вновь провел крупные соревнования. Чемпионат мира по тэквондо. В южноуральскую столицу приехали лучшие спортсмены из 150 стран мира. Национальную команду России возглавили Брусс. Бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне Алексей Денисенко и Челябинка Анастасия Барышникова. Всего 16 спортсменов. Среди них Руслан Поисеев, Светлана Игуменова и другие. Помимо Анастасии Барышниковой спортивную честь Южного Урала защищала еще одна наша тэквондистка Ольга Иванова, чемпионка мира 2013 года. Но, к сожалению, фортуна в этот раз отвернулась от наших тэквондистов. Россияне не взяли ни одной золотой медали. У сборной страны два серебра и пять бронзовых наград. Ольга Иванова стала лишь третьей. Что касается Анастасии Барышниковой, то для нее решающим стал осенний турнир в Мексике. Удачное выступление позволило нашей спортсменке пройти отбор на Олимпийские игры. В 2016-м Настя едет в Рио-де-Жанейро. Ноябрь. Ледовой арене «Трактор» присвоено имя Валерия Белоусова. Легендарный хоккеист и тренер скончался в апреле. И через полгода его память увековечили на фасаде Ледового дворца. Мы открываем мемориал Валерия Константиновича Белоусова. Запомнился этот год и несколькими спортивными скандалами. Самый громкий был связан с челябинским хоккеистом Вячеславом Войновым. Последние несколько лет он жил в Америке, играл в Лос-Анджелесе «Кингс». Но карьера в Национальной хоккейной лиге была перечеркнута делом о домашнем насилии. Войнова признали виновным в избиении жены Марты Варламовой. Он был отстранен от игр и даже провел три месяца в американской тюрьме. Чтобы избежать принудительной депортации, Войнов после освобождения покинул Америку сам. И теперь играет за петербургский скап. Для челябинской хоккейной команды «Трактор» год тоже был непростым. Вновь в середине сезона был отправлен в отставку главный тренер. Разговоры о том, что Андрей Николишин лишится места, появились еще в начале сезона. Это требовали и болельщики после серии обидных проигрышей. Но в клубе все слухи отрицали. И лишь 23 октября официально заявили. Николишин уходит из «Трактора». Сейчас он тренирует хабаровский «Амур». А новым наставником челябинцев стал Анвар Гатейтулин. Новый 2016 год начнется со статусного спортивного мероприятия. В январе в Челябинске пройдет первенство России по фигурному катанию. Лучшие фигуристы страны поборются за медали в одиночном и парном катании. И в танцах на льду. Ульяна Любимова, Иван Генералов, Леонид Новожилов, ОТВ.